всех приветствую на своем канале и сегодня у нас очередной короткий обзор и на обзоре кофеварка от компании delonghi модель еце 152 это такая можно сказать не сильно популярная модель которая между 145 и 155 отличается она практически только отделкой фронтальной панели от 145 модель если у 145 она полностью черная из пластика то здесь она тоже пластиковая но уже белая или может быть немножко серебристая внешняя модель это точная копия корпуса 145 такая же площадка такой же регулятор пара такой же поддон с ребрышками без отдельной решетки съемный также оформлено управление в виде поворотного переключателя с позициями нагрев для эспрессо и собственно дальше эспрессо кипяток и позиция нагрев до режима пар точно такой же капучинатор как на большинство таких моделей и точно такой же рожок сверху находится лючок открываем здесь хранится сито стандартное разборное сито крыма с клапаном и бак для воды сейчас мы ее разберем точнее снимем верхнюю крышку я покажу что у нее внутри и так крышку сняли смотрим видим все примерно так же как и в остальных кофеварках билонда даже точно так же как модели не ца 155 или нет со 145 на которую оно больше похоже а что именно бойлер как и везде точно такой же из нержавейки съемный тэн термостаты для управления температурой дальше идет клапан который находится на помпе оно расположено вертикально на таких вот резиновых специальных держателях которые гасят вибрации собственно сам регулятор пара сделаны золотые здесь мы видим индикаторы индикатор готовности зеленый и индикатор включения красный в принципе все точно такой же как в 145 модели ничем она особо не отличается есть модели уже более-менее поновее чем 152 которые имеют уже электронику она там внизу будет находиться а там будет отдельная кнопочка включения которая позволяет в основном только делать авто выключение по истечении определенного времени чтобы вы если забыли кофеварку включенной она такой не осталось на весь день в принципе функция полезна как говорится конструкция все также долго объяснять смысла нету поэтому собираем тестируем мы собрали подготовили все необходимое для того чтобы протестировать включаем так кофе засыпан отрамбовать особо не нужно только выровнять и также хочу сказать хотите хорошую пенку и вкусный кофе покупайте максимально свежие обжарки кофе приобретайте жирновую молку и тогда кофе будет похож на эспрессо реквизиты обжарщиков которого я покупаю кофе я оставлю под видео там будет номер телефона для украины есть вайбер можете написать и узнать поспрашивать какие сорта как жарится а теперь устанавливаем рожок вот получился такой практически до пиори стрета с неплохой пенкой пенка действительно выглядит неплохо она и плотная и глянцевая и пенка и насыщенная напиток горячий даже удержать невозможно поэтому даже на таком аппарате можно получить вполне себе неплохой результат сейчас мы перейдем ее в этот стакан а кофеварку включим режим нагрева пар а пока кофеварка греется эксперт ожидает заявки на экспертизу итак кофеварка нагрелась сейчас будем взбивать молочную пенку сначала спустим немножечко насадка капучината держим примерно по уровню полосочки которые находятся от края примерно в 5 миллиметров глубже не погружаем снизу поддерживая регулируем температуру если же становится белящеватой перекрываем пенка вроде бы получилась но повторю еще раз что все зависит от молока если у вас не получилась пенка пробуйте другое молоко очень часто причина именно в этом вот такая получилась пышная пенка у нас выглядит очень неплохо ну и подведя итог скажу аппарат точно такой же как сто сорок пятая модель или сто пятьдесят пятая с теми же возможностями с тем же бойлером группой рожком несмотря на то что это вполне бюджетная ниша он может сделать неплохой эспрессо и взбить неплохо молочную пенку так что у кого есть вопросы задавайте подписывайтесь на канал ставьте лайки а сейчас спросим мнение у нашего эксперта присоединяю эксперт одобряет